Всего в городском списке проблемных домов было 185 объектов, и все они возведены с нарушениями. В частности, дома в Адлерском районе, о которых шла речь сегодня, построены с нарушениями правил землепользования и градостроительных норм. Так, один из многоквартирных домов появился на земле под склад, другие новостройки на землях под ИЖС. Тем не менее, несмотря на нарушения и протесты властей города, за застройщиками на все эти объекты судом было признано право собственности. По всей видимости, сейчас этим вопросом заинтересовались в следственных органах. Вот что по этому поводу сказал глава города. Наконец-то и к судям применили закон Российской Федерации. Это прецедент для того, чтобы все должны понимать, что и к тем, кто, казалось бы, совершенно неприкасаемый, и законом определенная неприкасаемость, все-таки государство приняло решение прикасаться и показывать, что закон для всех один. У большинства таких проблемных домов нет и должного подключения к городским коммуникациям. Решить эту проблему с застройщиками собственники квартир не смогли. За помощью обратились к властям города и в прокуратуру. Застройщики фактически обманули покупателей недвижимости. Такие действия подпадают под статью «Мошенничество». 15 застройщиков подобных домов уже находятся под следствием, они заключены под стражу. Кстати, заявление в прокуратуру по факту мошенничества на таких горе строителей было одним из главных условий для того, чтобы муниципалитет начал помогать владельцам проблемной недвижимости. Власти пытаются разобраться и помочь, если это возможно, только собственникам жилья в домах из так называемого проблемного списка. Он был сформирован еще в начале года до вступления в силу изменений в законодательстве о строительстве. И новых объектов в нем нет. И это те новостройки, на застройщиков которых в прокуратуру поступило много жалоб. Более того, в этом списке 24 объекта, которые муниципалитет намерен однозначно снести. Возможно, их будет и больше. Все зависит от новых владельцев квадратных метров в таких домах. Им придется подключаться к коммуникациям за свой счет. И если в ближайшее время они не смогут или не захотят это сделать, высотки пойдут под снос. А вот те дома, которые попытаются узаконить сейчас, будут признаны самостроями и тоже пойдут под снос.